Приехали мы в Негуши к нашему любимому Боже. Он нас сегодня позвал не просто так. Он печет раки. А это, знаете ли, священный процесс для черногорца. О, какой запах стоит! К сожалению, я вам его не передам по видео. 500 литров? 500 литров. А сколько ты добьешь? 60 литров. А вот за целую зиму, да, или есен, как ты печешь раки, колико добьешь раки? Еднотомно, да? А, я улыбаюсь, как, смотри! А колико ты попьешь за годину дана? 500 литров. Ну, то сколько выпьешь ты, сколько выпьют друзья и родственники, и туристы сколько купят? Ты считал? А, там, какого-то не знаю. Не знаю. Надо статистику начать. Я сам ранее пью с парки и дам. Да, каждый день пью раки. По пол-литра? По пол-литра и выше. Боже, ты здоровый мужчина. Какой здоровый, по-моему, да. А почему меньше статистику? Стар. Стар? Да не-е-е-ет. Стар? Не-е-ет. Графин. А мы видели дворец. А где это пить? Нет. А где это пить? Андрюха решил начать вот день с раки. По-черногорски. Нет, требуй пробуй с ней. А я вот красненькое, вкусненькое, домашненькое венцо. Это вот только что сделанное раки. А это, Колик, первый путь или... Только один раз перегоняется. Сам юзом. Ну, живили? Давайте, ребят. Ну, за майстера. За газду. А, я тут не дотягиваюсь. Живили. 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 Слушай, по-моему, разбираешься, и у меня сейчас есть наш процесс. Боже, объясни нам, как это, процесс, да. Как ты производишь раки? Нет, вот давайте начнем с жмыха виноградного. Но оно стояло в этом бачке. Сколько? Пятна издана? Пятна издана. Это после вина, да? После вина. Пятна издана. Пятна издана. Как? Туда? Что сыпется? Сыпался виноград. Куда? Туда? Тут, да. Вот это, туда. А, это что? Это уже мусор с мечи? Это уже надо выкинуть. Ага. Дальше что ты делаешь? Ты сюда вот жмых кидаешь. Да, у нас пола и капотная пара. Варится. Пара идет сюда, охлаждается. Варится вода. А сюда ракия попадает. А-а-а. А кольку кошта ова композиция? Композиция мне кошта 3 тысячи евро. 3 тысячи евро, как машина бэушная. А-а-а. Я просто видела маленькие. Мы видели в окове, в кипсе. Вот когда начинается осень, они их продают. 500, 500-1000 евро стоит в раза 3-4 меньше. Так, долю. И она из этой до дна. А-а. И врачи с ракия ели. Ракия лакша от воды. Лекша вода ракия. И она с врачей... Возвращается каппу. А где она фильтрируется? К разводу. Через воду. Через воду здесь вот. К разводу фильтрируется. Вот как. То есть вода остается, а ракия не будет сюда. Ракия пошла наконец, смотрите. Класс. Тут жмых. Чего, соли? Соль. О, секрет, смотрите, узнали. Соли немножко они в этот жмых кидают. Ради водку. Водку? Гонят, Оля, слово. Нет, смотрите, сахар не добавляют здесь. Винчик. Видите, только винчик красненький такой прям. Но запомните, в Черногории говорят цирну вину. Не цирвену, не красную, а черное вино. А более сухой, потому что он темный. Более жирненький он светлый. Продолжаем наше заседание. Божий нас еще позвал на обед. Представляете, как мы тут попали. Сейчас будут выкидывать жмых использованный. Божий говорит, что некоторые нехорошие товарищи используют его по второму и третьему разу, добавляя очень много сахара. Вот, но он так не делает. Он делает один перегон только. Это использование для печенья и жмых? Я бы его, конечно, в огород как удобрение куда-нибудь отправила. Хорошо, смотри, мы тебе, ну, приятели знакомые. Люди, а друзья, которые живут в Негуше или там в Которе, родственники, они тоже просятся, боже, позови нас, когда будешь печь ракию. Или никто не... Они сами, они без приглашения, да? Ага, это до нас успели. А за что она не добрая? За то, что она у себя доста метила и того, а потом, врачи им. А как ты знаешь, что она ему доста метила? А то, видите, он... А кое добрая ракия, та доля? Не, она не... Она сэпона... А оба добрая? Нет. Не ешь, не ешь. А то, а то будет добра. Это будет за два минуты. Два минуты? Ага, два минуты ждем. Значит, что радует? Мешает. Мешает, это грожди, да? Да, она вдавнивает. Но не загорится. Чтобы не загорелось, мешает. Это автоматический процесс. А что ты такое делаешь? Температура? По мере, сколько градусов. Я чей-то, спиртометр. Спиртометр? Да. Смотрите, 50 градусов. Чем-то, ну, мелочи есть какая-то. 56 где-то. Ну, да. Короче, второй этап очистки. Сейчас он туда это все залит. Я подпомню. Обратно. Боже, говорит, что сейчас уже пошла хорошая ракета. И тут первая, как он, мензурка. Я не знаю, как это вы зовете. Мы кажем мензурка из стекла. Ну, то есть, значит, ложь. А с левичи... Полу-литра, полу-литра. Полу-литра первых, ага. А потом отлично, говорит, идет. Пойдем сейчас проверим. Градус. Сколько градусов? 10, то есть спирт. Медицинский спирт. Спирит. Видите, садан-то спирт. Ага. То есть, вот это почти спирт. Спирт сколько? 90 у нас? То есть, вот эту мензурку вообще отдельно можно вылить и это продавать как спирт. Ну что, Андрюха, пить можно? 70 градусов. Я думаю, мы помрем, если это выпьем. Я сейчас это, у меня такие глаза будут. Знаете, как тут тепло, рядом с печечкой вот этой сидеть? Ой, с печечкой вообще. А еще алкогольные пары идут тут рядышком. Можно спать. Боже, надо лежайку ту. Лежайку треба. Лежайку, я не треба работать. А, работать, ой, тяжело. За туриста. За туриста, да. За меня можно лежайку. Заходим, святая святых. Вот наши ноги. Ой, запах какой, блин. Оль, чё ке оставляйте тут жить? Нет, ты чё, я с ума с этим. Запах копчененького. Да? Яблочки на снегу красненькие. Вы еще не видите, нет? Вот оно красненькое. Дом Негаша. Того самого правителя, кто похоронен на Ловчине в Мавзолее. Сегодня в музей, можете попасть. А вот этот вот круг, он уже такой подзаброшенный, разрушенный. Называли гумно, либо гумно, по-разному. Собирали старейшины, праздновали праздники, танцевали. Мужчины могли еще прийти с пистолетами, стрелять, оповещая, что родился новый воин. То есть мальчик в какой-то семье родился. У каждой семьи была своя церковь, в кладбище такое гумно. Поэтому, вот видите, тут сверху церковь, он вот видна. Ну а мы идем к разрушенному отелю. При Югославии он работал. Тут было больше, чем 100 кроватей. Еще здесь рядышком есть дом последнего черногорского короля. Кому какой номер есть? Мне, пожалуйста, 101. Сейчас вы измените, 101 номерочек занят. Можем поставить, потому что вам 102. Пока присаживайтесь сюда на кресле, подождите сейчас. Подойдите в вашу помощник и помогите вам. Какая-то бойлерная нам попалась. Вот там туалет, умывальник. Вот Югославия. Видите, во что превратилась. Кошмар. Это какой-то кошмар. Посмотрите. Ужас ужас. Вот это да. А был когда-то отель, представляете? Люди отдыхали. Мы решили вот этот бильяртный столик забрать на яхту. Перетянуть его только, почистить, не зашкурить немножечко. Прикиньте, там курица бегает. Бильярт-то шикарный. А тут бильярт. Кто-то в Негуши закупал виноград и выкидывал здесь ящики. Слушайте, здесь есть радиаторы. Можно обогрев себе забрать. Так. Что же тут было? Может быть, какая-нибудь ванная? Маленький достаточно. Давайте выглянем. Сейчас новое эко-поселение построено. Видно горы. Крыша. Вид с третьего этажа на музей-дом правителя Негуши. А мы идем дальше. Какое-то ведро валяется. Шкаф. Мы решили, что третий этаж был вип-этажом. Еще холодно здесь. Сейчас, конечно, ноябрь. Возможно, только для летнего отдыха использовали. Маленькие комнатушки. Они все одинаковые. Бараны! Смотри! Прикольно. Горы красивые. Все рядышком. Дом правителя Негуша. Заброшенный отель. Дом короля. Ну и наш любимый друг Божий. Тоже недалеко отсюда. Сто метров пешком. Божий дом справа. Тут какой-то старый домик. Гумно круглая. Какой-то царайчик. Идем прогуляемся дальше. Что прикольно в Негуша, тут есть четыре сезона. Сейчас настоящая осень. Запах еще копченого мяса. Дров. Невероятно. Вышли на вторую дорогу. Никогда здесь не ездила. Смотрите, люди живут еще до сих пор в этих каменных домиках. А вот тут сад. Рядами капусточку растет. Прикольно. Дровишки стоят в среднем 35 евро куб. Причем многие заказывают работников, кто не в силах сам порубить. Здесь достаточно долго холодный период. Ну плюс для коптилин, кто прошу делать, тоже нужны дрова. Поэтому людям нужно зарабатывать на них. Едем по знаменитому серпантину из Негуши в сторону Котра и Тивата. Вода невероятного цвета. Она практически не передается телефоном. Вот видно немножко изумрудное. Там Котр внизу. А вот эта тропа, она идет из Котра в Негуши. Заканчивается на зиплайне. Я когда-то по ней шла три с половиной часа. Представляете? Невероятная красота.